Добрый день, все, кто пришли сегодня на нашу крымскую солидарность. К сожалению, сегодня она проходит без сервера Мустафаева, нашего друга, нашего брата. Я хочу сказать, что это никоим образом никак не отразится на той мирной борьбе, которую мы ведем. Это никоим образом не отразится на проведении крымской солидарности. Это только лишь усилит наши позиции и уверенность в том, что мы делаем все правильно. Я, конечно же, хотел начать с обыска из сервера дома, куда я прибыл в Бахчисарае. Это было около облесня, не ошибаюсь, 9 утра. Я пытался, как того требует уголовно-профессуальный закон, представлять интересы сервера во время обыска. Я приехал на место, естественно, меня не пустили за периметр. Я предоставил все надлежащие, которые должны быть, документы и ордеры, и удостоверения. Сказал, что я являюсь адвокатом сервера Мустафаева. Но какое-то время вообще было полное инвалирование. Потом минут, по-моему, через 40, через час все-таки мы получили окончательное «нет», в том, что меня туда не допустят. Потом, через некоторое время, когда уже его забрали, я прибыл в Федеральную службу безопасности. Ко мне вышел следователь и сказал, что я вообще не могу участвовать, как его защитник, по этому делу, так как возбужденные уголовные дела в отношении Демага и Сервера, они присоединены к уголовному делу по бахчисарайским ребятам. «Ребятам, убрай это, единым делом встал, а я там являюсь адвокатом судьбы малого ра». Марьяна Асановна. Так, значит, следователь обосновал то, что меня не допустит. Слава Богу, есть те адвокаты, которые вместе с нами плечом к плечу, и Сервер не остался без защиты. Подробно Сергей расскажет, он непосредственно по этому делу является адвокатом Сервера Мустафаева. Я хотел сказать о том, что в субботу, неделю назад, мне удалось увидеть Энвера Сейтосманова. Энвер Сейтосманов был арестован в Севастополе. Он был арестован по обвинению в терроризме, и его обвинение один в один – просто одно клише, как обвинение Руслана Зитулаева и всех остальных ребят по этому делу. Ему избрана мера пресечения, сейчас он находится уже в следственном изоляторе. Он один арестован по этому делу, пока мы не понимаем логики следствия, я не знаю, будут ли дальше аресты, либо все-таки он один будет проходить по этому делу. Это вот черта таких арестов была. Ялтинское дело продолжается, мы приближаемся уже к окончанию этапа, когда сторона обвинения представляет свои доказательства. Скоро мы дойдем уже до стороны защиты, мы уже касаемся вопроса экспертиз. Там есть экспертизы, которые делала ФСБ и подручные институты по поводу разговоров. То есть все знают, что ФСБ записывает разговоры мусульманам в мечети, дома, между собой. Отправляет это все на такую очень интересную экспертизу, она называется лингвистическое, психолого-лингвистическое, религиовеческое. И вот эти горе-эксперты, по-другому я их не назову, говорят, что то, что говорят эти люди, то, о чем они говорят, ту тему, которую они поднимают, это все террористическая деятельность. Это все сепаратизм, экстремизм и все, что хотите. Вот это все они подгоняют под эти статьи, разговоры о Крыме, разговоры о преследовании мусульман, безобидные разговоры о Хуране, о Пророке. И вот просто кухонные разговоры. Вот по-ялтинским у нас, значит, мы дошли до этих экспертиз. Сейчас у нас начнутся дела в Ростове по бахчисарайским ребятам, я там защищаю Вера Мамутова. Еще не состоялось ни одно заседание, их только вывезли, естественно, из изолятора, когда они будут доставлены в Ростов. Ну, мы не знаем, это засекреченная информация. Например, Ялтинские добирались до Ростова около месяца, если не ошибаюсь. Поэтому, когда их туда довезут, у нас начнутся уже данные судебные заседания по существу. Это уже будет третья группа крымских татар, мусульман, которые будут судиться в российском военном прибывании по обвинению в терроризм. Первый это был Турслан Зекулаев и остальные ребята. Я хотел сказать также о похищенных. По поводу дел похищенных продолжается активная работа. Несколько дел находятся в суде, жалобы на действия следователей. По некоторым делам мне удалось добиться хотя бы ознакомиться с этими материалами. По некоторым еще все в процессе, в том числе и в военном суде. Редактор субтитров А.Семкин